В декабре 2014 года странные круги на снегу были зафиксированы в городе Пенза. Местные уфологи изучили их и пришли к выводу, что такие знаки не под силу сделать человеку или группе лиц. Круги на полях встречаются довольно часто, практически по всей планете. Что это за такие замысловатые символы? Кто их рисует? И с какой целью? Может быть это пришельцы с далеких звезд таким образом пытаются выйти с нами на связь? Возможно. Но пока, к сожалению, мы не можем расшифровать их замысловатые пиктограммы. А может быть это проделки шаровой молнии? Что ж, допустим. Тогда как эта молния выводит замысловатые символы? И даже карты некоторых планетарных систем, где указывается родительская звезда, планеты с их спутниками. А может быть шаровая молния обладает интеллектом? Возможно. Но тогда возникают вопросы. Откуда она черпает эти знания? И откуда она к нам прилетает? Вопросы-вопросы. А ответы на них самые разные. Давайте же обратимся к истории вопроса. Самое первое документальное упоминание о кругах на полях относится к английской брошюре 1678 года под названием «Дьявол-косарь», в которой упоминается об участках примята и пшеницы. А теперь давайте обратимся к русским сказкам. И вот что пишет Петр Павлович Ершов в сказке «Конек-горбунок». Кто-то в поле стал ходить и пшеницу шевелить. А ведь сказка это было написано в начале 19 века. Тогда-то и об электричестве еще на Руси слыхом не слыхивали. Далее автор описывает жар-птицу. И вот как. Светит поле, словно днем. Чудный свет кругом струится. Но не греет, не дымится. Сказка-ложь давний намек. Что же это за жар-птица? И кто повадился на крестьянское поле? А теперь давайте представим себе некоего неграмотного крестьянина, живущего в начале 19 века на Руси, который увидел некую энергетическую субстанцию, которая освещала поле, да еще пшеницу шевелила. Что же он должен был представить себе в этом случае? Жар-птица вполне реальное представление того, чего этот крестьянин не мог объяснить. Так или иначе, и тогда и в наши дни, в большинстве случаев с кругами на полях мы сталкиваемся с некой энергией. И как в сказке про конька-горбунка, так и в наше время круги на полях образуются в ночное время. А ведь в пробах грунта, взятых из центра некоторых кругов, было выявлено завышение радиоактивного фона. Что могло оставить этот радиоактивный фон? Шаровая молния? Возможно. А тогда как она может рисовать сложные фигуры? В любом из этих случаев это некая энергия. А энергия, как известно, может принимать любые формы, пребывать в них и разрушать их. Также энергия может хранить и передавать любую информацию. И если это энергия, которую кто-то запрограммировал на определенные действия, то многое можно объяснить. Но попутно возникает еще один вопрос. Кто мог запрограммировать эту энергию? А что если эта энергия прилетает к нам из иных миров, далеких галактик, перемещаясь в межзвездном пространстве со скоростью света, а может быть даже и искривляя пространство и время? Может быть это и есть ответ, которого мы ждем от братьев по разуму? И все, что нам для этого надо, так это расшифровать всего лишь знаки, начертанные в кругах. А что если это ключи от звездных врат? Ведь на некоторых кругах есть изображения неких планетарных систем. Может быть это некие коды, которые нам предстоит собрать воедино. И тогда нам будут открыты новые технологии, даны новые знания. И мы сможем с помощью этих знаний отправиться в гости к тем, кто эти послания нам отправил. Очевидно, что все круги созданы разумом, имеют строгую геометрию и несут в себе определенную информацию. Ученые говорят, что математика это универсальный язык. Возможно это и так, но он может быть универсальным у нас на Земле. Перелопатив кучу материала в сети, я не увидел ни одной фотографии кругов на полях с математическими формулами. Так что возможно и не математика является универсальным языком общения во Вселенной. Так это или нет, покажет время. В любом случае нам еще предстоит решить множество задач, расшифровать множество посланий и кодов. Для того, чтобы понять прежде всего для себя самих, кто мы и откуда мы здесь все взялись.